здрасте вас переночевать можно спасибо хлеб соль а чё сначала делается сначала хлеб потом соль ломается да как на свадьбу встречаем гостей привет как дела лайк вот так друзья ну вот спасибо ларисе спасибо павлу ну и дмитрию заочно пока он там копает руды полезные мы будем перекусывать на ужин у нас сегодня что хозяйка сми назовет на уж без бармак я еще ни разу не пробовал но это говорит бульон похлебка популярная в казахстане бульон куриные и сама лапша бешбармак курица а бешбармак все вместе называется до лет лапша так называется называется бешбармак его в казахстане едят руками но мы будем есть ногами мы будем есть ложкой ну это нужно как вот эту берешь да ну че вот меня берешь ну-ка подержи там идет чтобы я сейчас как первооткрыватель вообще бешбармак естся руками переводится как если я вот так есть руками да вот так кунаешь и ешь да и в рот лучше ложкой конечно есть ну и бульоном в общем можно сразу наложить сюда а потом ложка есть я так и сделала а еще вот интересно котлеты со страусу для вас попробую чтобы уже оставить вас в покое как бы и нормально поесть прям со страуса а где же взяли страуса ну в тюмени да здесь страуси на ферме пробуем ребят тюмень из страус вернее страус из яиц не как котлеты из страуса но с курицей добавлением курица блин реально вкусно вот это я сейчас думаю знаешь о чем если ты мне не сказал что они страус чем я подумал но я подумал бы что из страуса не ну что то непонятное то просто с курицей они были бы как более таки сухие до свинину говядину я их изучил страус получил такой сказал что может какая-то рыба непонятная ним по вкусу как телятина но более жирные очень полезно да еще кстати сегодня у моей мамы день рождения мамуля поздравляю тебя из тюмени да твое здоровье поздравляем вас все будем есть приятного аппетита и на заднем фоне у нас плачет нормально в общем вот так у меня получился этот бешбармак я говорю я уже без камеры надо поесть скоро не смогу уже прям отработана прямо до мелочей он всегда один себя сам все снимаешь вот юный блогер пашка на рыбалку до скоро поедем с тобой какая у вас тут самая популярная рыба муксун муксун северная но хищник или на чё его ловит фиг узнает вы вы не рыбаки пока да пока нет мы начинаем а вот скоро мы начнем ладно ребятки буду кушать очень вкусно ларис большое тебе спасибо отмыли накормили очень очень вкусно салат блин я вот такой я не знаю как ты вот прям догадалась я вот вообще очень люблю это вот такие с листья когда до заправка салату испанской технологии а чё там там масло да наверно и какие-то очень много специи это ядовой дальнобой друзья ядовой о машинах ни слова ну и корочка скромненькая по-монашески да это как бы обычный главное блины блины самый класс и хлеб да то я ведь без хлеба в предыдущей серии я тут мучился без хлеба а зато сейчас две буханки бородинского вот смотрю с балкона в тюмени представляю себя как называется житель тюмени тюменчанин тюменец вот так почувствуете себя тюменцами тоже вместе со мной собрал букетик букетик собрал да я бы собрал конечно я бы собрал ну чё может быть попробую как-нибудь вот мне букет какой презентовали на на какой праздник в честь чего все есть приезд покорение сибири покорение сибири да вот в нижневартовский был теперь в новосибирске был чем не еще осталось какая часть сибири есть интересные или все туда за полярный круг за полярный круг о аханта мансийск вот но это мы в дороге покушаем а то начальство как ты еще дало уже седьмой день идет схрон до схрон так что все нормально ну как интересно они делаются и притом ни один продукт не проткнут дать специя который мы с вами мечтали друзья на бензин не скинули придется вот для резания на другом аханата ехать давай пробку не создавайте ядовой дальнобой поехали пополнять схрон вот сменщика нашел давай нарезаем я остаюсь здесь довольны согласен замороженная работа ядовой дальнобой собирается в путь отправляться дальше на завтрак будет бешбармак салат очень вкусный салат ну и самодельная шоколадная колбаса на десерт вот потом я ее продегустирую чтоб путь был более гладкий так ну что сейчас посмотрел карты так и нифига я не понял но но задача сначала сейчас добраться до Екатеринбурга а там посмотрим как мне сказали что смотреть по расстоянию как ближе ну ближе скорее всего до Екатеринбурга из Екатеринбурга на Челябинск придется уходить ехать там а через Ижевск через Удмуртию там что-то на 150 км дальше но говорят нам типа что ну за это заказчик нифига километраж не оплачивал поэтому ехать там ну а мне как хозяин баря в принципе пофиг гидовой дальнобой снова в пути ура пока стоит навигатором лучше действительно в таких городах не пользоваться лучше ездить по указателям это мне показывает на право ехать и там дорога просто жопа когда нужно ехать прямо весы весовой контроль пациент оголите плечо сейчас будем делать вакцинацию а в жопу можно? можно но только после вакцинации Ага-ха-ха! Синьо-синьо-синьора, столько лет без шалости нельзя. Вот сегодня, на горизонтаже ушла. И все в туалете идут так хорошо, очень тепло, жарко как летофорно. Д theta-ного тоже! Одни ремонты дорог. Вот от Тюмени до Екатеринбурга еду, пока одни ремонты И все раз думаю, куда ехать дальше Бенза 1115, Уфа 830 Интересно, дальше будут указатели, как куда крутать? Навигатор строит самые худшие маршруты почему-то Самые худшие На переезде тут и светофоры встряли По Антошке уже прошли 4.22, 8 минут остается А мы в Богданович еще только Погона теплая, да, такими темпами с ним далеко не уедешь Тем более на газончике На фурах-то получше, они идут хотя бы, блин, за соточку по 120 пруд На нем, блин, 85 Не дело для дальников, конечно, не дело Все, встал за Богдановичем Встаю, отстаиваюсь Начинают перекусить Маме подарок Тут еще Тюменские гостинцы Оригинальные букеты Вот минералки Вот минералка у меня кончилась А тут есть Природные Кисловодские Все И достану Достать-то ее не так просто Они тут надежно все держатся Все же без проколов А то продукты сохранялись как модно и больше И достану пакетик С луком Вообще офигенный хлеб Мммм Супер Даже вкусно Сложил за ножом Будем извлекать нарзан Хлоп-стоп Реностоп Будем обедать Ядовой дальнобой Котлетки Из страуса Вообще бомба Мягкие, прям нежные Сочные Они очень вкусные были с клюквенным Но у меня клюквенного нет У меня остался Мой Они без соуса вкусные Но я просто люблю соуса всякие Особенно если соус очень вкусный Страусятина На самом деле вкус чувствуется Но просто если не знать, что это страус Можем подумать, может это там Что-то добавлен Типа Слоновий Слоновий Хобот Но что-то такое Главное Чтобы не отвалилось Приятного аппетита! Ведоводили на обоих пути Котлеты не пропадут Мы все думали Пропадут котлеты или не пропадут Не пропадут Сто процентов Не пропадут Я их все съел Нечаянно Они такие вкусные были Это морс Клюква брусника Собранный в сибирской тайге Сегодня утром сваренный Одни витамины Изобилие витамина С Натуральные Ну и сейчас С блинками С блиночками Прям так можно и есть Ммм Кисленький Офигительный Только вот сваренный с утра Навигатор показывает Чтоб я сворачивал на барабу Но я пойду прямо На Екатеринбург Туда Посмотрим Ебург Екат Жопа жопочная Все стоит Да блин Одни ремонты вообще Придется Короче Пилить на Челябинск Там потому что дальше Посмотрел на карте Хрен знает Рисковать ехать Она аж не зеленая Там А серая вся Хотя может там тоже нет дорог Поэтому поеду я уже Лучше ну ее нафиг На Челябинске И там уже как сюда ехал Хрен с ней там Ни связи ни фига Через Уфу Можно было бы ехать Через Пермь Через Ижевск С Удмуртий На Татарстан Но там На 100 км Типа подольше Хотя мне кажется что то же самое А по времени быстрее Но начальство сказало ехать Через Уфу Типа того Где на 100 км меньше Но по времени дольше Ну ему виднее едем По тахографу у нас осталось езды И еще Два часа Мы даже до Челябинска За это время не доберемся Нет, нет, друзья Наврал Два сорок Это если четыре часа И полчаса То есть Три часа Грубо говоря по тахографу Еще можем Челябинск Пройдем Туда дальше Я хотел бы конечно Там может быть нет ментов Дотянуть до Сима Куда нибудь туда В ту степень Перед Башкирией Потому что там еще и сеть будет ловить Вот А завтра уже Чтобы весь Башкортостан Километров 700 600 Провалять как раз Туда К Самарской области Ближе Вот, вот Все Все строят Назвали на часовну Вот и этикетка появилась До Уфы 750 Челябинск 187 Время 7 вечера Остановился В Чебаркуле Потому что После заправки Тысячу прошел Ну Сейчас груженый Ну Чтобы не рисковать Ну сотку я еще могу пройти Но я уже вышел Весь лимит В принципе Так Мне Два дня Нужно ехать До техосмотра Перед выгрузкой Надо еще там Пройти техосмотр Заехать Под Рязанью Где-то в 100 километров 120 от Рязани Но до туда Ехать 19 часов То есть Можно завтра 9 И потом 10 Как дополнительные часы Можно же брать Вот Хрен его знает Не знает Фонари Будут они гореть К вечеру Не будут Будут тут машины стоять Не будут они тут стоять В общем Не знаю Пока остаюсь здесь А там по обстоятельствам Посмотрим Тем более уже спросил Сто раз Есть ли на топливные деньги Тишина Говорю Будут они сегодня Или завтра Тишина Вот уже два часа спрашивают Тишина Не знаю Останавливаюсь Перекусываю И мне пофиг Груз у меня не взять А тут бандитов нет Ну машины стоят Посмотрим что вечером Тут какие-то тротуары И это Специальный вот съезд С трассы Чебаркуль Здесь Чебаркуль Так На ужин у нас будет Багет этот вкусный И Вот такая вот колбаса Из Тюмени Подарки Костинцы Белорусская традиция Домашняя с дымком Из Бреста У меня в Бресте друг Диман Шаш Привет тебе Эй Всем белорусам привет Проверим сейчас вашу колбаску В Томске кстати много белорусских Даже лифт Лифты и то делает Белорусская компания Пахнет офигенно Сейчас отрежем Так она выглядит на разрезе Прям мясо да Сейчас попробуем На вкус Продегустируем Все дело Блин Сочная Балдежная Умеют делать Умеют На десерт Морсик Натурально сваренный И швейцарский бисквитный рулет С вареной сгущенкой Продегустировать Продегустировать Вот это другое дело Долго я мечтал о сладеньком Лариса спасибо Твое здоровье Сейчас вот лежу здесь Протахограф Правила Читаю Ну тут как ни крути Все равно Будешь нарушать Потому что Минимальное время Еженедельного отдыха 45 часов Норма Но И за исключением Не менее Суток В общем Сутки в неделю Ты по-любому Должен отдыхать Вот А я со второго Сегодня 9 То есть я уже неделю А мне ехать еще 3 4 дня Чтобы весь рейс завершить То есть у меня никаких суток Не получится То есть я по-любому Нарушу И уж тогда Я на себя этот штраф Брать не буду И смысл есть Вот как думаете Сейчас мне тут Ну вылеживать Там выжидать Вот эти все часы Если Ну это в принципе да Если менты посмотрят Они же не будут Там за неделю Брать отчет Типа того А суточные Могут смотреть Да Так получается что ли Не больше 9 часов 4,5 часа едешь Перерыв 45 минут Еще 4,5 И все 10 часов Можно работать Только 2 раза В неделю Максимальное время В неделю 56 часов Колбаски Пекалини Немножечко Порадоваться Вкуснятинка С бабушкой Компотика Из добы капучино Что-то меня От безделья На едовой дальнобой Пробило Уже слетает Уже слетает Выспался Так что в Чебархуле Питья Питья осталось Совсем чуть-чуть Ночевать Можно И галью И галью Здесь Я вспомню Как я В газельках Вот так вот Ночевал Это капец Блин Мучение Ладно А я тем временем Выезжаю Выезжаю 979 прошел Сейчас Надо заправиться Нажмем тормоз Раз Потухло Все в путь Сегодня хорошо бы Проехать всю Башкирию И До Самары Если повезет Все еще спят Трасса практически пустая МИАС Поворачивает Направо МИАС у нас пойдет Мы держим путь по прямой Златоуст дальше Горы впереди Заснеженные Придорожные Синявки Предлагают Продажной любви Отвратительная личность Песчаная Какой лед прям на нем Голубой А я еду и посмотрю заправку Уже больше тысяч прошел И как назло заправок Никакой Песчаная Вот такие скоростные спуски Но я на них всегда на передаче спускаюсь Не на нейтралке И вам советую И не торможу Потому что на газончике тормоза сразу Разобьются нафиг Во Все Все А теперь можно и газку То есть я вот сюда ехал Когда тепло и когда груженый Лучше с тормозами не усердствовать понять начинает И у мужика на газоне вон у него эти барабаны лопнули Типа это Ахиллесова бита Ахазонов Так же как и шкварня Потому что У всех жрет резин У меня правое колесо вообще уже сейчас как яйцо Ужасное Ну не знаю видно вам такие пейзажи Ну что здесь и нравится тут красиво вот проезжать Не так что как от Омска до Новосиба Едешь по пустыне Ну не по пустыне А по этому По полю грубо говоря и ничего не меняется А тут хотя бы леса разные Растительность То березовые То сосновые Ну там и верхом где через Яката Если там пихта Кедр Салтауст направо уходит А мы прямо на Уфу Ну где-то меньше Может 280 Где-то так до Уфы Такие усиленные Это Суровые Вот я думаю так бы хорошо на этой На санках бы здесь Прокатнуть Или на лыжах с колесиками Это было бы живописно На жопе тут прям прочертить И в камень в какой-нибудь даться Златоуст Златоуст Так, а меня уже сейчас начинает вопрос заправки интересовать А то пока серпантином то вверх накручиваем То вниз все-таки 4 тонн нагруженной Солярочка расходуется Прошел 1041 км от последней заправки Так Так Зурата Куль Заправка Лукойл 4960 Заправимся и водички надо купить А то компот весь издул Поправился В общем Полный бак 173 литра У меня вошло Проехал я на них 1072 км На 173 Что же у меня расход по 16 литров сейчас стал Ну как я экономно езжу А мне даже чаевых не дают блин С учетом что я мало того не ворую Так еще и по 4 рублях грубо говоря Экономлю С литра А чаевых не дают так что Серчает Серчает Взял на заправке вот фрутомотива Блин в два раза дороже все стоит По 90 рублей он на заправке А так по 45 по 64 в пятерочке И черноголовка минералку хер с ним Сатака Красивые виды все таки вот нравятся мне горы нравятся Мы не встретились Затяжной спуск Свадьбы с их Даже пишут Сбавь скорость Ключи пониженную передачу Для тебя Быть лишним третьим Нет Знать наверь На катер чисто летит Ох Ух Ух Я хочу Ух На катеричной снов Придется Зажги огонь Рассвети Тень Прольет теплый свет С небес Вот солнца Луч Иди же за ноги вот в таком вот живописном месте остановился завтракать раньше такие холодильники помните были допотопные юрюзань подумаем чем позавтракать время 9 утра оригинальный букет я вот думаю из него достану сейчас сырочки такие для завтрака то что надо сливочные сырки подъехал мент сейчас мы посмотрим был знак не дают пожар а вот река юрюзань а полиция не дал мне нифига пожирать говорит что там могут сойти поползни с горы но тем не менее меня прогнал а сам остался стоять ждал поползни в чем логика блин до сима 53 километра ну ладно дотянем пожрем всеми тогда если ничего больше не будет по пути здесь мы встанем все время пол 11 ваше в этой стал сейчас буду завтракать поставил чайничек вот такую вот овсяную кашу пару пакетиков и мед липовый ешь каролинский ну и тут и разнотравия для аппетита сырочек вот закипел пока заваривается каша такую влажную уборочку провел так что посвежее было то жарко уже на улице вкусно и с медом ложка меда такая солидная ложечка и такая солидная кашечка сутку утром прям хотелось хотелось каши десерт налил фрута мотив чека сейчас вот с такой булочкой смак с маковичка с глазунью смаковичек если там мат это шоколадная какие-то шоколадные муравьиные говно опятов в этой булочки не обнаружено а вот эта хрень как урон бабы зем над мешком с мусором чтобы не солить ну фу по окружной прохожу жарище блин это 20 градусов вообще ахинь я не знаю видно или нет озеро утрау а вот это вот машины рыбаков я когда сюда ехал вечером не темно уже было вообще людей немерено просто плохо видно но усеяно все усеяно утрау здорово огромное озеро так было оно внезапно что-то круто поменялось как странно перебыть не одному когда себя уже почти что не оставалось так ехал уезжаю точнее татарстан и появилась сеть то в башкортостане мой теле 2 переходил на мтс но чисто для звонков интернет нифига а тут появилось время четвертый час по тахографу осталось 3 минуты можно где-нибудь встать поссать ну раз уж встал надо чуть-чуть подстояться хотя дальше уже мне ехать в принципе можно еще полчаса белорусской колбаски домашние с дымком ответа бомбическая колбаска татарстан с аджичкой а то пропадет просто колбаса поэтому надо есть ну как бы время пол четвертого с аджичкой был ну да тут хлеб просто офигенно с такой вкусной начинкой десерт фрута мотивчика из добы капучино что-то она у меня подснялась но надеюсь нормально дегустирнем это вкусно она как творожная с вареной сгущенкой 283 до самары пекинка называется вот тут я тогда ел приемлемое такое кафе неплохой по-моему мне понравилось да понравилось там большие порции были точно вспомню вот на память пекинка а то все это сама а то все это сама мы по витринам раскаленных раз блестных домов пекинка 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 витринам разве пекинка 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 Поехал через Мирный, дорога, конечно, не очень, но терпимая Вот мне направо, на Москва-Тольятти Прямо Волжск, Самара, Уфа Блин, уже бы, в принципе, пора встать Я уже как бы по километражу сегодня, блин, 800 почти проехал Без 30 километров И пока Антоха Штопан и до греха не довел, надо это где-то прибзнуться Сейчас вот опять на М5 выхожу Самара у нас там остается, я ее обходил Даже не окружной, а через Красный Яр и через Мирный Сейчас по М5, я думаю, будут какие-нибудь эти закуточки, куда можно приармяниться на ночь 10 апреля 5000 за февраль перевели Я уже к Тольятти подобрался, типа, тихим сапом Ищу парковку Электрический город, Тольятти Сейчас главное его проскочить Может там где в Жигулевске Главное не нарваться на полицаев Единственное, что время сейчас как бы полвосьмого То есть не совсем критически Такое позднее Может и пронести, как бы, ну, день ты едешь и едешь Вот когда ночью, тогда они шерстят по-серьезки Так, пост Тольяттинский сейчас прошел здесь перед дамбой Ничего, стоял он, ничего Нормально, пока идем нормально Жигулевск Что у нас там, Волга Вон она, вон она красавица И что, когда-нибудь я на ней порыбачу Обязательно порыбачу Красота Виды прям красивые Так, друзья, добрался до Сызрани Тут топливо уже по приемлемым ценам Все течет Встал на заправке Я тут часто ночую Ну, когда в Сызрани Спустил шмот вниз Да тут паулов полно Манькин подарок Мой подарок Букет Вот потихоньку Это неудобно Вот его потихоньку разбираю Черный перец с горошком Схрон Думаю, что сейчас ужинать Оленинка тут Чешские колбаски Еще вон какие-то колбаски Ну, это на утро Сейчас, я думаю Наверное, вот это блюдо у меня пойдет На вечер Я уже устал Время 10-й час Карпаччо Сыровяленый Высший сорт Из цыплят бройлера Сейчас мы его разберданим Порежем Приду дегустируем Хлеб вот из Сибири везу Тогда В кафе покупал Взял Два батона Но это в магазине нашел С кориандром Солодовый Кусочек отрезал Специально для вас Для дегустации Сейчас продегустирую Это очень вкусно И полезно Одни витамины Сейчас его вот с этим хлебушком На запах похож на бородинский Запах такой интересный Ну и с горчичкой Думаю будет заходить неплохо Вот такой у меня ужин Карпаччо С ладжичкой И с бородинским Точнее с солодовым Ну карпаччо Половину оставил на утро А сейчас вот эту вот хочу Что-то мне захотелось попробовать Ног карпаччо Наверное сразу нельзя Я же на диету сел Шейка Сыр копченый Вот такая Смотрите как глянцево Сочно выглядит Как прям в том и джерри Там собаки Такой кусок Пам! Кидали Дегустирую Сначала по вкусу напомнил бекон Но потом вкус раскрылся Вообще весь Вообще рекомендую Я вообще был раньше Не любитель вот этих нарежечек Но вот это бомба Я даже такую никогда не видел Реальная бомба Ну все Десерт у меня Хротомотивчик Осталось еще половиночка Нормально все Ну и зубы капучино Я ее уже дегустировал И все И полезу отдыхать И так сегодня Больше нормы Больше нормы проехал Уже я в Сызрани Мне осталось там 500 с чем-то километров Подрезанию техосмотр То есть я приеду Придется там еще Сутки ждать этот техосмотр А потом еще херачить Заказ на Москву Что-то придумывают Мутят Но Сейчас буду Приеду Буду разговор Потому что у меня сейчас Есть более интересные предложения Потому что тут я на месте стою Не развиваюсь нифига Стою на полном месте В душе не развиваюсь Деградирую Все друзья Я улегся Сейчас стучалась ко мне придорожная Синявка Просила продажной любви Но я не продался Добрых снов Когда лежишь Хорошо что-нибудь погрызть Арахис Одни витамины Сегодня надо добраться сил Завтра локомотив обыгрывать Проснулся В 5 утра Не знаю какого хрена Со всех сторон Обложен И спереди И сзади Ну утром Еще полтора часика Повалял Сейчас время пол седьмого Народ подразъехался Можно спокойно Выезжать Вот она Это столовая Дорожник Но пока рано Для еды Пока сызрань Спасибо за ночлежку На заправке Купил вот воду Ананас Я раньше тогда покупал Такую Мне очень нравилось А сегодня у нас матч Сегодня Спартак С локомотивом играет Будем болеть В 7 вечера Уже время у нас Перейдет на наше Здесь в Сызрани Плюс один час Серость На улице серость Вот такие гальюны Приходится вот так Справляться Как говорится Николаевка Почти я на подъезде К Кузнецку Серость Все в тумане Дождик принимался уже Но ничего Еду в принципе Настроение Ну нормальное Если бы Не завтрашний Какой-то там Тихосмотр Непонятный Где-то В 100 километрах От города То я бы уже Сегодня был бы Как бы дома Побыл бы Пару дней дома Потом поехал В Москву А это мне Кстати Это тихосмотр Ночевать Какая-то дебилетина Если вот так подумать То Танк какой То по соотношению Отработанных часов И оплаты Которую Неизвестно Увидим Мы вообще Или нет То Это Самая Самая Наверное Низко Оплачиваем Работа Но я думаю Вы со мной Согласитесь Если так посудить Мы работаем Даже не только здесь А вообще Вот так Сутками Не Ну если были бы Суточные Было бы хоть как-то Повеселее А это Блин Вот сегодня 11 число Уехал я Второго Вот И все эти дни Как бы живешь За свой счет Вот эти простои Которые Ну Придуманные Руководством Тоже ничего не оплачиваются Какой мне в этом интерес Ну Я не знаю Надо как-то Работодателю Относиться Чтобы Водитель Круто говоря Был заинтересован В работе И в том же В работе В отдыхе И так будет Расти производительность И качество А это Ну Сейчас вот туда Оттуда Сейчас опять Куда Но я вот сейчас Буду поднимать вопрос В общем Ладно Это все Мы увидим В пятой серии А вам Спасибо За Внимание